Всем привет и добро пожаловать в очередной дрищи обзор! А сегодня вашему вниманию представляется ЦИМА 040, ЦМ 040. Я так и не понял, какая буква там должна быть в конце, то ли А, что ли Джей. Представляет из себя автомат Калашникова в тактическом обвесе. В частности, это куча рис-планок, вафельный бункерный магазин и телескопический приклад. Родословную ведет он, скорее всего, от Суто-серии. И, скорее всего, это 105-й АК. Но в тактическом обвесе, как я уже и сказал, перестань щелкать. Чем этот АК отличается от своих сородичей? Тактическим обвесом. Покупая данный привод, вы получаете сразу в комплекте удлиненное цырье с четырьмя рис-планками. Вафельный бункерный магазин, который, в принципе, нафиг никому не нужен. Надо будет еще постараться, чтобы найти именно эти вафельки. Механический магазин. Пистолетная рукоять, тоже, так сказать, тактичная. И телескопический раздвижной приклад. Я бы сказал, что в реальном своем прототипе этот АК являлся бы, наверное, эталоном мечты Кристины Косты. Почему? Ну, наверное, вот почему. Наконец-то его можно взять длинным хватом, без риска обжечься. Ну, конечно, я сейчас не говорю про привод. Вы там никогда не сможете обжечься. Вы там хоть, не знаю, запламегаситель возьмитесь, никогда не обожгетесь. А также досыл патрона в реальной бы версии этого автомата производилась бы с двух сторон. С первой и, собственно, со второй. Кому как удобно. Например, вставляем магазин. И чтобы не модно вот так вот, а можно модно вот так вот сделать. И если вы хотите показать себя по-настоящему пафосным человеком, вставляете магазин, передергиваете затвор, или с этой стороны, или с этой стороны. Как вам больше нравится. Но будьте осторожны. Имитация затвора выполнена отнюдь не из стали, а из металлического сплава. Скорее всего, как мы его называем, силумином. А теперь по поводу материалов, которые использовались при выпуске данного привода CM040. Начнем, пожалуй, с приклада. Выполнен он целиком и полностью из пластика. Единственная металлическая часть, которая в нем есть, это нижний крепежный винт, за счет которого приклад держится на трубе. Труба, на которой держится приклад, у нас выполнена из металлического сплава. Скорее всего, прочность его может вызывать некоторые вопросы у пользователей. Тыльник приклада у нас прорезинен. Будьте осторожны. Нашлепку очень легко потерять. Она не уверенно крепится. Под ней находится крышка, которая закрывает у нас аккумуляторный отсек. Аккумуляторный отсек у нас представляет две емкости, скорее всего, по две колбаски, раз и два. Но я думаю, если дури хватает в организме, то можно засунуть сюда и акашную колбаску. Да, как вы уже поняли, аккумулятор помещается у нас в приклад, что, согласитесь, очень даже удобно. Под крышку ствольной коробки у нас больше пихать ничего не надо. Поэтому затвор у нас не заблокируется, и его можно использовать. Хотя, конечно, это довольно бесполезно. Но для тех, кто любит пафос, можно пощелкать. Туалетная рукоять выполнена целиком и полностью также из пластика. Внизу традиционный крепежный винт металлический. Он стальной, магнитится. Ствольная коробка у нас металл, причем сталь. Крышка ствольной коробки также из листовой стали. Как я уже сказал, имитация затвора выполнена из силумина. Бункерный магазин на 500 шаров, выполнен из пластика. Ну, повторюсь еще раз, кому нужен этот бункер? Другой разговор. Прицельное приспособление выполнено также из немагнитного материала и может вызывать сомнения. Замечен очень такой неплохой люфт у прицельного приспособления. Так что, либо требует замены, либо можете приспособиться стрелять и так. Как утверждает производитель, цевье данного автомата выполнено из алюминия. Ну, я могу сказать, что вполне может быть. Магнит к нему не магнитится. Внешний стволик, который у нас спрячется под цевьем, выполнен из немагнитного материала. Утверждать, что это, я также не могу. Пламя-гаситель или дульный тормоз выполнен из стали. К нему магнит спокойно примагничивается. Но, к сожалению, к мушке уже магнит вы не пристанете. Так что, будьте с ними поосторожнее. А также переключатель огня выполнен из стали. Тактика технических характеристик. Внутри у нас спрячется гербокс 3 серии. Стандартный для компании ЦИМа. Выходная скорость 0,20 шаром 120-130 метров в секунду. В зависимости, насколько хорошо китаец собрал его. Вес 3,2 кг. Это примерно на скидку. Длина примерно около метра. Наверное, 960-950 сантиметров. Если полностью раздвинуть приклад. Как вы знаете, я довольно привередлив к приводам. И, если честно, скажу, что 105-й АК, а точнее ЦИМа 040 АК РИС, как говорит аббревиатура в его названии, лежит в руке очень приятно. Поставив автомат на линию прицеливания, он приятно будет лежать в вас в руке. Все органы управления будут также под рукой. Простите за давтологию. Он не намеревает вас перевесить вниз. Цевьё, несмотря на свои огромные габариты, не такое уж и тяжёлое. И за счёт гирбокса автомат довольно неплохо сбалансирован. Как говорить, сбалансирован. В принципе, если говорить так, то это... Чуть-чуть перед, конечно, тяжелее. Но, несмотря на это... Мне очень даже удобно с ним обращаться. Ну, а теперь разберём его недостатки и, наверное, пару преимуществ. Начнём с самого конца. Тыльник приклада. Следите за ним. А не то, рано или поздно он убежит от вас. Он очень ненадёжно держится, и его можно легко потерять. Сам приклад замечет очень сильный люфт. Устраняется, разумеется, нашей любимой изолентой. Путём наматывания её на трубу. И за счёт уменьшения зазора между прикладом и трубой, вы можете легко убрать люфт. Удивительно, но факт, во всех остальных частях данного привода практически не замечено люфтов. Например, та же пистолетная рукоять люфтит, но так незначительно, что вы даже этого не заметите. Переключение огня у нас производится за счёт стандартного переключателя, который недостаточно, на мой взгляд, недостаточно жёстко прилегает к ствольной коробке. Прицельное приспособление, мало того, что оно выполнено из некачественного материала, так оно ещё и лифтит. Об этом я опять же уже сказал. Очень монолитно сидит цевьё и рис-бланки. На неё можно крепить фиговую кучу всяких приспособлений, начиная от подствольного гранатомёта, лазерного целеуказателя, пушки ЗИС-3 и коллиматорных прицелов. Больше люфтячих вещей на этом приводе не замечено. Ну, если только самая малая с крышкоствольной коробки. Но извините, даже у Бизона от компании ЛЦТ она гуляла вправо-влево, а на этом приводе сидит практически монолитно, что очень-очень-очень приятно. А недостатком я бы, наверное, назвал только одну причину. Он как бы немного не по феншую. То есть, если вы засветитесь с ним на каком-нибудь паблике, типа ESG, типа Дрищебедии, все начнут кричать ОЛОЛО! Не по феншую! ОЛОЛО! Что за покемонган? И всё в том же безобразном духе. Как на мой личный взгляд, эта штука просто офигенна. Очень жаль, что я не слышал отзывов по этому приводу и не нашёл их в интернете. Если вы являетесь пользователем данного агрегата, я очень вас прошу, оставьте в комментариях, насколько он надёжен в эксплуатации, какие части ломаются в первую очередь, а возможно, может, вообще ничего не ломается. И этот АКА способен пробить рельсу от Москвы до Владивостока. А теперь, детишки мои, время пострелять! За моей спиной, вон там, вдалеке, находятся наши мишени. На сегодня это воздушные шарики и маленькие рюмки. Расстояние примерно 30-35 метров. 46 шагов. Ах, да, совсем забыл сказать. На выходе 130-120 метров в секунду. Но у нас 0,28 шар. Считайте сами. Попадание есть, но шарики не лопаются. Расстояние, видимо, слишком далеко. Для того, чтобы достаточной силы, этот шарик лопался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА You fight well, in the old style. But you have caused me enough trouble. Now you face... The Shredder. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, с расстояния 20 метров у нас нет никаких проблем. А теперь более мелкие машины. Это дюнки. Играет музыка. Играет музыка. Акарис показал себя с довольно неплохой стороны. Внешне этот автомат, точнее электропневматический привод, для меня он потрясающий. Я любитель АК-серии. И тем более, когда его эргономика выглядит именно так, то есть это хреново говоря планок Пикатинни, это модные тактические магазины, это телескопический приклад, который может отрегулироваться под меня лично. Я ставлю достойную хорошую оценку этому приводу, потому что он выполнен очень неплохо. Люфтов в этом приводе практически не обнаружено. Ну, за исключением только приклада, тыльника приклада, который очень легко поменять или закрепить. Ну, также переключатель огня, слабое место, он довольно хлипкий и, скорее всего, будет переключаться во время боевых действий. Тыщ-тыщ. А во всем остальном, это очень даже достойный привод, учитывая его стоимость. Средняя рыночная стоимость на данный момент 11500 рублей. Разумеется, можно найти чуть ниже, а можно найти и выше. Все зависит от региона и наглости продавца. Но стрельбы показали, к сожалению, что на расстоянии примерно 30-40 метров шар начинает уводить немного влево. Что это значит? А это значит, что привод надо слегка доработать. Хотя, согласитесь со мной, что нет ни одного привода, который вы покупаете из магазина, не требующий доработок, для того, чтобы он был совершенен и идеален. Разумеется, из коробки стрелять можно практически всем. Ну, почти всем. А на этом у меня все или почти все. Те, кто не смотрел мои предыдущие видео, могут смело нажимать сюда, подписываться на канал, оставлять комментарии, а также входить в нашу официальную группу. Удачи и пока! А в конце большой бум! Гребаные поезда! Да, да, да! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok